текстовый набор это привычный всем набор типографический набор как например у меня вот здесь набран текст да то есть это стандартный обычный текст в случае с акциденцией акциденция нарушает все правила ну в большей либо меньшей степени да скажем так это нарушение правил ради каких-то интересных решений ради создания интересных форм акциденция проводит переводит текст из режима чтения в режим просмотра вернее не текст а человека который с ним взаимодействует и превращает как бы человека из читателя в зрителя да то есть в акциденцию в случае с акцидентным набором с акцидентной верской здесь уже больше работает не чтение а именно смотрение скажем так да в силу интересных каких-то форм но стоит понимать что чем сильнее уходишь форму тем больше это требует каких-то композиционных навыков да то есть в случае с акциденцией типографика сам текст он переходит из состава предложения либо состава слова в разряд композиции да то есть он больше здесь больше начинают работать какие-то композиционные приемы тот же самый контент который здесь на этих слайдах на заголовочном слайде сделан виде акциденции то же самое здесь тот же самый текст заголовок но только не акцидентная типографика мне написано здесь акциденция вот эти же тоже тоже фразы но а здесь уже сильнее работает форма это наверное самый простой для самый простой для освоения самый часто используемый прием вебе да эта графика в типографике когда совмещается какая-то типографика и графика накладывается врезается каким-то образом совмещается на что здесь стоит обратить внимание при использовании этого приема первое наверное основное это толщина штрихов толщина штрихов текста да как вот здесь буква а пятерочка там и так далее да вот здесь в таких примерах то есть если штрихи в самих знаках они будут тонкие вот как допустим в этой антикви здесь есть основной штрих он достаточно жирный толстый вспомогательный он тонкий вот если бы все штрихи были тонкие то графику здесь невозможно было бы рассмотреть разглядеть там как и здесь как и здесь да и так далее то есть если бы тонкие штрихи были то графика она бы терялась пропадала то здесь нужно обратить внимание на толщину штриха чтобы штрихи были достаточно толстые на массу текста чтобы весь текст представлял собой такую плотную массу до опять же чтобы графика на фоне видно было верстков стык или внахлёст такой агрессивный немножко прием до агрессивный подход к верстке. Это смелая, экспрессивная, агрессивная верстка. Здесь очень круто работает напряжение, которое создается приближением элементов друг к другу, либо наложением элементов друг к другу. То есть они начинают сильнее взаимодействовать. Когда элементы друг от друга дальше, то между ними связь ослабевает, между ними образуется большое количество воздуха и получается более такая расслабленная, более воздушная композиция. Когда эти элементы сближаются, то создается графическое напряжение, все это начинает звенеть, кричать, свистеть, да, и получается такой агрессивный макет. Следующий прием, да, тоже в сайтах используется, намеренное перекрытие текста. Что здесь происходит, в чем здесь принцип, да, то есть, ну, во-первых, усиление динамических характеристик текстовых форм, то есть вот сверху как будто бы набран какой-то текст, да, то есть какой-то текст с обычно левой выключкой. Когда сверху сделали, вот наложили вот такие прямоугольные формы, черные, то текстовая форма, которая была изначально, ну, вот если представить вот этот мой маленький текст, да, и наложить на него сверху прямоугольничек, то эта форма начнет, она станет более активней, она станет более плотной, она станет более, ну, более выраженные динамические характеристики. Вот этот вот такой рваный ритм с этой стороны и создается очень классный контраст. Контраст крупная, мелкая и темная, светлая, да. Искажение слов или букв, да, тоже часто, часто встречающийся прием, чаще в постерах, но иногда можно увидеть и в web. С помощью такого приема можно создавать графические доминанты с помощью текста, которые будут выражать идею, смысл, характер, с помощью формы, которая получается. И бесформенность вот эта, вот эта вот формлесс, да, выражена как раз таки с помощью типографики вот здесь. Здесь разбитое стекло, да, то есть здесь просто с помощью слова, да, то есть здесь даже не какой-то там плакат, а как бы я хотел показать вот этот именно прием, да, то есть разбитое стекло, broken glass и этот эффект разбитого стекла, он тоже сделан с помощью текста. Получение сложных форм при совмещении простых, да, наверное, это такой часто, часто применяемый последнее время на сайтах принцип, насколько я могу видеть работы. Принцип состоит в том, чтобы разорвать фразу какую-то, да, разорвать, например, заголовок на отдельные строчки и из этих строчек построить какую-то интересную форму, то есть отойти от плоскости, от прямоугольной плоскости, которая представляет собой текст, вот, например, как здесь у меня, да, это просто, это плоскость, да, этот текст имеет такой ярко выраженный плоскостной эффект и получить какую-то новую интересную форму. Чтобы лучше разобраться с этим приемом, да, то есть чтобы его грамотнее и понятнее использовать, нужно понимать, какую форму ты хочешь получить то есть для чего ты делаешь такой прием, для чего ты делаешь этот разрыв, что будет выражать эта форма, да, потому что эта форма может обладать разными характеристиками, Она может быть динамичной, она может быть какой-то агрессивной. То есть вот, например, вот в этом примере я построил просто вот из текста вот какую-то такую вот форму. То есть здесь она у меня более плавно идет в этой части, здесь более такой ритм используется. И вот эта плавность, такая вот плавная линия, она у меня как бы переходит вот сюда в линию графики и уходит вот обратно вот сюда. То есть вот эта плавная линия, она у меня рифмуется с графика, который я здесь поставил. Если в построении такой формы преобладает геометрия, то у этого построения должен быть каркас. То есть, если какие-то смещения основаны на геометрии, не на органике, то есть не какая-то плавная, витиевато-органичная форма, то чтобы эта форма не разваливалась, чтобы эта композиция не разваливалась, нужно, чтобы у этой композиции была какая-то четкая конструкция, которая состоит, как правило, из вертикальных линий, горизонтальных линий, либо диагональных линий, ну, либо и, или и, да, то есть может быть там вертикали плюс диагонали, либо вертикали плюс горизонтали и так далее, да, то есть когда у этого построения есть конструкция, тогда все это на этой конструкции держится, да, то есть это такой каркас сочетания нескольких гарнитур в одной фразе, да, в частности, как правило, в сайтах вебе это две гарнитуры в одном заголовке, да, например. Здесь будет работать схожесть большинства признаков и небольшое отличие. То есть в этом случае, если совмещаются две гарнитуры на нюансном отношении, нужно искать в пару такую гарнитуру, у которой будет максимально схожее количество признаков. Орнаментальный рисунок достигается за счет внутреннего ритма. Но в этой статике присутствует динамика внутри этой формы за счет вот этой ритмизации. То есть здесь сделаны, здесь слова разбиты на буквы. То есть здесь читать вот эту штуку суперсложно. Но здесь это сделано больше уже не для чтения, а больше для просмотра. То есть вот эта вот штука внимания к себе привлекает. Вот в этом плакате здесь, во-первых, гарнитуры идут, контрастные отношения, рукописная и геометричная. Вот здесь что такая жесткая геометрия пиксельная и здесь рукописная какая-то надпись. Здесь сверху тоже такая вот статичная прямоугольная форма, в которой также присутствует внутренний ритм, причем самих форм, надписи и вот этих контрформ. За счет того, что слова располагаются очень близко к друг другу, они при этом читаются. Здесь капсулы наборы используются. То есть никаких верхних либо нижних выносных элементов нет в тексте. Так, создание глубины или объема. С помощью текста можно создавать ощущение глубины и пространства, как будто мы уходим вглубь куда-то, как вот на этих двух примерах. И объема, какого-то объекта объемного, который имеет объем. Чтобы с этим поработать, поэкспериментировать, просто представь опять же текст в виде абстрактных элементов. То есть, когда работаешь с композицией, проще всего это делать на абстрактных элементах, а потом это уже переводить в какую-то детализацию. Художественный прием. Здесь просто я хочу показать, что и такое явление есть, что можно рисовать текстом. Это просто посмотреть, кайфануть. Типографика – это как изобразительное искусство. Картины, сделанные с помощью текста. Здесь рукописный текст сделан, то есть какие-то картины. Здесь вот эти картины сделаны с помощью букв. Здесь все сделано с помощью букв. Опять же, вот здесь тень достигается за счет сближения свет, за счет, наоборот, разрядки этих букв. То есть, здесь все сделано с помощью текста. То же самое здесь. Как будто буква М падает куда-то там в воду. Пузырики в виде буковок С. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok